МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Спарк, за последние три года у компании Меандр оказалось контрактов почти на 7 миллиардов рублей. В том числе и договоры на реставрацию знаковых для Петербурга объектов. Например, здание биржи и российской национальной библиотеки. Последний ремонт превратился почти в детективную историю. Составил такой проект, что в нем было не разобраться ни субподрядчикам, ни профессиональным строителям, ни инженерам, никому. Компания Меандр пришла на объект, победив в тендере свой проект работ. Они оценили всего в один рубль. Близилась осень, крыши не было, фондам угрожала реальная опасность. Неделями не выходили на объект, их приходилось искать, их приходилось вызванивать, общаться с их руководством, акционерами, подключать в институт культуры. Эти слова представителя заказчика разнятся заявлениями, которые компания делает в публичном пространстве. Вот цитата из интервью директора Елены Завадской, которое размещено на сайте Меандра. Реставрация – это своеобразный способ достижения вечности, получаемым воссозданием. Стареющее, сменяемое новым, становится бессмертным. Скандалы с компанией «Балтстрой», задержание экс-чиновника Минкульта Бориса Мазова, «Спании громкие уголовные дела» – все это признаки того, что рынок реставрационных проектов стал серым и непрозрачным. Вот мнение одного из ведущих архитекторов-реставраторов Пскова Владимира Никитина. По этим сырым сметам, значит, и документации начинают просто корежить памятники. Это вот такая сегодня ситуация. Ради бабла, ради откатов. Откаты получают чиновники, которые вот проталкивают это все. И поэтому они заинтересованы, что как можно больше вот этого всего было реставрации. Потому что с каждого объекта идет 20% откат. Это общая, ну так сказать, родовая болезнь нашей реставрации сегодня. Реставрация консерватория началась в 2014-м. За 6 лет здесь сменились 4 подрядчика. Сегодня альма-мата Римского, Корсакова и Чайковского выглядит так, будто реставрация здесь вовсе не начиналась. Между тем, по разным оценкам, размер необходимого бюджета сегодня достиг отметки почти 5 миллиардов рублей. Компания «Меандер» оказалась среди вереницы подрядчиков Санкт-Петербургской консерватории. На этот, как и на многие другие объекты, она попала после ареста Дмитрия Михальченко. Ведь именно ему принадлежал конкурент «Меандра» компания «Балстрой», которая за работы в консерватории получила миллиард с лишним рублей. «Меандру» заплатили 606 миллионов. В последние месяцы уже острое чувство тревоги. И даже, если хотите, почти негодование. Там просто нужен немедленно доктор, который спасет от гибели особенность здания консерватории. В январе этого года с компанией «Меандр» был разорван контракт на ремонт фасадов и крыши биржи. В здании расположен филиал «Эрмитажа». Музей не в первый раз разрывает договоры с подрядчиками. Авансов мы не даем, потому что их регулярно крадут. «Меандр» оказался неспособным, как и большая часть наших строительных компаний, выполнить то, что он должен, то, что он хотел выполнить. У них не хватило на это физических сил и финансовых сил. Финансовых сил, потому что «Эрмитаж» не дает никаких авансов. Журналист Зинаида Гурбатова одной из первых заговорила о коррупционных схемах, которые используются в реставрации. Ее репортажи об Изборской крепости во многом повлияли на возбуждение уголовного дела о хищениях. Страна у нас богатая, памятников много. Поэтому в эту область пришли бизнесмены, люди, которые прежде занимались пивом, торговали строительными материалами, какими-то грузоперевозками занимались. Никакой наглядки нет, никакого образования. Для них главное – это бизнес. Им важно освоить деньги. В 2019-м северо-западная дирекция Минкульта расторгла несколько контрактов с Меандром на реставрацию в Выборгском замке и в доме Волконске. Сумма искодирекции компании сегодня составила более 130 миллионов рублей. Финансовые претензии к Меандру есть и у Российской национальной библиотеки, и у субподрядчиков, которые работали в том числе и в консерватории. Но все это не мешает компании принимать участие в очередном тендере стоимостью десятки миллионов рублей. Елена Болдышева, Пульс города.